Уважаемые водители, произошла у меня вот такая проблема, то что до 3000 оборотов он не развивал машину, объездил много автосервисов, уже не знал в чем проблема была, вплоть до замены ТНВД и так далее, это куча денег. То есть он работает, работает, работает и пытается заглохнуть. Теперь фокус. Добрый день, компания ОМЗАП, сегодня покажем видео по просьбе клиента, для нас лично для меня это обычная простая ситуация, сегодня рассказывать будем про Соренто 2.5 дизель 2008 года, они бывают двух видов по топливной системе, с регулятором давления топлива с торца и без регулятора давления топлива. Так вот, разговаривать будем о проблеме, о той, что данное авто после замены топливного фильтра или после заправочки, или допустим как-то по утрам или что-то еще, встает в аварийный режим. Ошибки у нас бывают две, она может вставать по низкому давлению топлива, это ошибочка 0087, либо по высокому 0088 ошибочки. Так вот, смотрите, у нас Соренто 2008 года, на данный момент она встала в аварийный режим по высокому давлению топлива. Проводился капремонт, поменялись топливные форсуночки, то есть обороты плавают, стучат форсуночки, не всегда, но стучат. Так вот, и при диагностике показала ошибку по датчику воды в топливном фильтре. Сейчас мы первое, что, допустим, при таких симптомах, когда ошибка по высокому давлению топлива, мы делаем первое, замену топливного фильтра. Делаем не потому, что у нас там все исчезнет, сейчас объясню почему. Ошибка высокого давления топлива является, может дать регулятор давления топлива в топливной рамке. Вот он у нас находится здесь, с торца. Забитая сеточка, там есть такая мелкая сеточка. Часто происходит, встает в аварийный режим по высокому давлению топлива после замены топливного фильтра, как я говорил уже. Это грязные руки, то есть вы сами туда закинули эту грязь. Это некачественный фильтр, то есть фильтрующий элемент оторвался и попал на сеточку, забил. Есть люди, которые прямо отламывают эту сеточку, но мы не будем этого делать, я не поддерживаю лично. Смотрите, топливный фильтр мы сейчас заменили, прогнали, прогнали. Сейчас будем откручивать регулятор давления топлива. Регулятор давления топлива, если отталкиваться от заводских работ, допустим, от дилерских, необходимо снять коллектор впускной. Но мы будем откручивать его так, то есть у нас есть разрезной ключ отдельно, мы его поджимаем либо планкой, либо отверткой плоской и выворачиваем. То есть сейчас удалим отсюда грязь и будем его откручивать. И еще есть момент, она у нас заводится, то есть давление то высокое, то низкое скачет и также иногда глохнет. Вот здесь стоит датчик давления топлива. Смотрите, сейчас я отсоединю разъемчик, может быть кому-то покажется это бредом, но это так. Нередкость, когда после капремонта двигатель не заводится, потому что нет давления топлива. Данный датчик как будто залегает, залипает и она не заводится. Иногда необходимо повыше давление топлива или открутить, промыть его, либо заменить вообще. В нашем случае мы его сейчас открутим. Вот, мы берем головочку на 27 длинную, вот я выкручиваю и там у нас воздух. Датчик моем. Вымываем поверхность. Потом накачиваем ручной подкачки. Регулятор не пропускает. Смотрите, мы открутили его для того, чтобы иногда вот там внутри он залипает и его необходимо продуть, либо промыть. Или, допустим, это какая-то часть воздуха стоит в нем и поэтому он показывает неправильные показания давления топлива. И обороты у нас скачут, прыгают выше и ниже. Ну вот сейчас все, мы его закручиваем обратно. То есть нужно просто снять, промыть очистителем. Можно просто продуть воздухом, там, бензинчиком, то чем. Защелка. А, все. Зафиксировалась. Так, защелка у нас зафиксировалась. Сейчас еще раз заводим. Прогоним топливную систему немножко. Потом будем снимать регулятор. Заглохло. До сих пор остался воздух в топливном фильтре. Смотрите, сейчас пройдемте в салон. Покажу вам эту лампочку. Идем, идем. Аделься. Смотрите, у нас была ошибочка по... Ошибочка по датчику воды. Датчику воды мы сняли, промыли, заменили топливный фильтр. Но датчик воды все равно показывает. То есть это говорит о том, что датчик сам неисправен. Вот смотрите, сейчас лампочка загорится. Вот смотрите, сейчас заводим. И вот здесь, в нижней части слева, моргает лампочка красненькая, такая как ведерочка. Вот она. И она еле-еле тускло моргает. Если заметите, то она вот ярко, то тускло горит. То есть датчик замкнут. Поэтому сейчас этот датчик отключен. И заменим. Допустим, если в дороге у вас случилась такая история, к примеру, встала в аварийный режим и попала вода в топливный фильтр, или просто вышел из строя сам датчик, можно отсоединить разъем и ехать дальше. Так, сейчас мы снимем топливный фильтр. Заново. Так, нам тут необходимо отсоединить два шланга. Вот. С помощью плоскогубц снять два хомута. Потом головочка на 12, выворачиваем, выворачиваем двигатель. Берем какую-нибудь отверточку, или что-нибудь такое вроде гебельцев, чтобы необходимо отсоединить подогрев. Здесь довольно неудобно стоит топливный фильтр. Вот так он вытаскивается. Здесь, по идее, должна быть специальный хомутик, куда фиксируются у нас все эти. Вот этот датчик воды. То есть, вот он нам переводит ее в аварийный режим и как раз показывает, что есть наличие воды. Но на самом деле мы знаем, что ее там нет. Сейчас мы датчик снимем, поставим заглушку сюда. Ну так, смотрите. Так как датчик замкнут воды, датчик этот довольно редкий. Он есть, резьбовая часть 8 мм, она такая более распространенная. И 6 мм, более тонкая. В наличии его не оказалось, но машина нам нужна. И, как заявил клиент, у него есть датчик такой. Так вот, смотрите. Мы поставили сюда стандартную заглушку. Сейчас, чтобы машина могла двигаться. Разъемчик мы сейчас закроем пакетиком пустой. Вот, возьмем застяжечку, закроем. Так, начнем с того, что возьмем вот этот наш разъемчик под датчик воды. И пока сейчас на улице, можно сказать, почти весна, мы его закроем. У нас там выхлопной системы нету, поэтому горячего там ничего нет. Можно использовать любой пакетик. Ну вот, вышло, конечно, не очень красиво, но надежно. То есть, мы можем не переживать и потом поставить без проблем новый датчик. То есть, разъем будет чистый. Так, это у нас датчик температуры мы подсоединили. И в самообогрев сейчас еще подсоединили. Все, накидываем сейчас шланчики топливные. Накачиваем сейчас топливо. Если фильтр не закачивает, там есть такая заглушечка под ключик на 10 или под фигурную отверточку. Ее можно крутить, ослабить и выпустить воздух. Ну, у меня, я закачивал первый раз, то есть проблем не было. И второй раз тоже. То есть, чувствуется, что насос закачивает. Так, все, накачали. Теперь заводим. Прогоним воздух. Ну вот, если сейчас глянуть, то лампочка уже эта не горит. То есть, мы отсоединили полностью датчик. Ну вот, если сейчас послушать двигатель, то есть, он работает, работает, работает и пытается заглохнуть. Причиной может являться регулятор давления топлива с торца, датчик давления сверху и дозатор на ТНВД. То есть, сам топливный уже датчик. Сейчас мы будем снимать. Первое, что у нас происходит, это скачки давления топлива. В первую очередь, причиной являться может регулятор. Поэтому сейчас будем снимать его и мыть. Так, ну что, смотрите. Первое, что нам нужно сделать, это убрать отсюда проводочку. Электрическую часть. Много убирать не надо. Надо отсоединить вот цилиндр первой форсунки, то есть. Так, откручиваем держатель. То есть, на нем у нас крепится декоративная крышка, кронштейн. Потом отворачиваем кронштейн подача топлива на топтанную рампу с ТНВД. Тоже один болтик. Так. Теперь вот эти проводочки вот так убираем в сторонку, чтобы она не мешалась. Так, вот здесь трубочка, конечно, стоит неправильно немножко. Ладно, сейчас мы отсоединим. Обраточку тоже в сторонку. Следующий момент. Нам надо продуть воздухом грязь. Теперь откручиваем трубочку высокого давления. Тут ключик на 17. Берем заранее подготовленный болтик, шестерочку. Ну, примерно такой длины. Да, вот трубка, конечно, здесь стоит неправильно. Ее бы по-хорошему надо перевернуть. Эта трубочка должна быть с другой стороны. Тут когда-то проводился ремонт и поставили неправильно. Вот, трубочку отводим, прямо отгибаем в чью-то в сторонку. И вот здесь болтик закручиваем вместо кронштейна, чтобы она нам не мешала. Все. И обраточку тоже сюда встепляем. Теперь фокус. Вот такой ключик. Разрезной. Я использую для снятия. Все самодельное. По снятию этого датчика очень много споров, разговоров. Кто как может, так и делает. Вот. Есть люди, которые оставляют ключ, если, допустим, себе там на 30 распиливают, тоже неплохой вариант. Но самое главное, ни в коем случае не бейте по нему молотком или зубилом. Так вот. Потом в разрез я вставляю плоскую отвертку, зажимаю и сейчас пытаюсь его отвернуть. Что-то. Ну вот все, датчик пошел. Теперь берем просто плоскую отверточку и выкручиваем его. Придерживая гаечку, там такая гаечка, торец, под резинку попадает песок, но он иногда закусывает. Вот сеточка наша на самом конце. Во-первых, сейчас мы ее помоем, то есть продуем, удалим сверху. Плюс мы вставим датчик в ультразвук на 10 минут. Он отмоется у нас, потом мы его продуем и будем устанавливать. Еще есть такая вещь, то есть смотрите, вот это колечко по кругу уплотнительное, оно встает в торец с топливной рампой. Соединяется. Необходимо колечко вот это просматривать при снятии. Нет ли на нем риски, не пропускает ли между датчиком и рампой. То есть это тоже такая довольно распространенная проблема. Идемте, положим в ультразвук, покажем, как сделать. Так, вот смотрите, ультразвуковая ванночка, полностью датчик не погружаем, вот так только опускаем, только лишь механическую часть, электронную катушку не опускаем. Так, выбираем вот у нас 10 минут, температура, допустим, 20 градусов, и выставляем мощность. Все, он у нас стоит жужжит, даже если, смотрите, если даже его так поставить, видно, как он двигается. Так, смотрите, у нас еще есть один момент. Двигатель был после капремонта, были заменены все четыре топливные форсунки. Форсунки у нас бошевские стоят, 274-й. Очень много тоже разговоров и споров о том, нужно ли прописывать форсунки. Я работаю уже давно, не знаю, 8-10 лет с машинами. Раньше, когда форсунки шли оригинальные, прям бошевские, шли, проблем не возникало. Но где-то, наверное, с 14-15 года появились такие проблемы, что при установке на данный двигатель стали появляться стуки. То есть, стук либо появлялся сразу же, громко работали форсунки, либо при нагрузке, то есть, включая просто драйв, у нас появлялся стука от той или иной форсунки. Здесь у нас такого стука нету, но в целом, то есть, для полной коррекции, то есть, для работы топливной системы мы пропишем их. Вот, сейчас покажем. То есть, будем прописывать обычным лаунчем, ничего сложного. Прописываются у нас 7 здесь чисел, то есть, это либо числа, либо буквы, либо все вместе. Ну, вот, смотрите, прописки форсунок, вы прописать, в принципе, форсунки, если у вас даже обычная программа, там, допустим, есть какая-то на телефоне, вы тоже можете это сделать. Заходим, то есть, в машину, выбираем год, выбираем наш автомобиль, выбираем двигатель, и в конце есть специальные функции, графа. Потом специальные данные форсунок, и заходим туда. Окей, и нажимаем. Вот, проворачиваем у нас шаблончик, и у нас показывает, что форсунка первого цилиндра начинается с 772 циферки, но здесь 68КЛА. вот, теперь будем прописывать форсунку первого цилиндра. Так, что там у нас? 68, так, нажимаем ОК, неисправность, перепутал одну. Эти форсунки уже производятся в Турции, ну, как по словам, что якобы завод скорее перенесен в Турцию, и вот в Турции стали писать такие корявые коды, то есть визуально видно, что коды не совсем такие корректные, то есть непонятно даже иногда, что это за буква или цифра. Я не скажу, что это китайские, вот, запись выполнена успешно. Визуально мы смотрим, это английская L, но на самом деле это цифра 1, то есть если глянуть на цифру, непонятно даже, это я уже отталкиваюсь от опыта, то есть не первый раз прописываю форсунки, поэтому как бы у меня получилось попроще. Так, форсунка номер 2. Так, ну что, все, форсунки мы прописали. Так, обратно, мы вернем назад. Тут есть такой один интересный момент, форсунки новые, они должны идти с защитными колпачками, но они отсутствуют. Видимо, мастер тот, который делал, посчитал, что это лишнее и выкинул их. Возможно. Это так, предположение мои. Поворочки устанавливаем. Почему-то стопора тоже с выработкой уже, то есть это не новые. Я не знаю, куда снова форсунут делись топора, все заглушки. Непонятно, то есть должны быть еще для фиксации. Но это не так важно, конечно. топливную рампу вовнутрь необходимо промыть по возможности, то есть давлением по избежанию там. То есть, так как мы боремся с мусором, поэтому нам надо его максимально удалить. Датчик помылся, сейчас я схожу, заберу его. Регулятор вытащили мы с ультразвука его. Сейчас продуем. Так, вот это колечко резиновое надо будет мазнуть литольчиком или чем-нибудь таким, то есть, чтобы при затягивании не закусил. Сейчас литольчик, чуть-чуть его по кругу мазнем. Теперь смотрите, самый главный момент. Данное видео, вот то, что мы сейчас процедуру проводим, она поможет лишь в том случае, когда у вас машина встает в аварийный режим по высокому давлению топлива, то есть, ошибочка 0088. Когда ошибочка 0087, это по низкому давлению. То есть, причиной является сам клапан, то есть, седло в нем не держит давление. Причиной являться может одна из форсунок, которая сливает в обратку. Это сам насос, то есть, не докачивает топливо. Это забитый заборник в баке, топливный фильтр, подсос воздуха с топливного фильтра. То есть, есть там такие проблемы, как датчик воды, обогрев топлива. И также по низкому, очень редко, но есть такая проблема, по низкому давлению, люди приезжают и говорят, мы сделали все, абсолютно все, не осталось ничего, но она встает в аварийный режим. Опять же, я вам говорил, есть, когда датчик снимался или что-то, и зажат был не качественно, не плотно, не с должным усилием. И вот как раз вот это вот опорное место, куда он упирается здесь, окружность, прикасается с топливной рампой. И если вы сняли и увидели там такие рисочки, как будто, как, не знаю, напильничком, как будто сделал кто-то очень мелкий, вот это и будет являться вашей проблемой. Тогда, при таком случае, то есть, получается опорная часть датчика уже испорчена, то есть, там есть риска, и в топливной рампе точно такая же. Проблему эту решить можно только с заменой датчика и топливной рампы. Тогда ваша проблема уйдет. В данном случае, опять же, напомню, у нас была аварийная, аварийный режим она вставала по высокому давлению топлива, и у нас плавали обороты, то есть, скачки давления топлива. То есть, грубая работа топливных форсунок из-за высокого давления, то есть, они прям подстукивали. Ну, сейчас датчик устанавливаем, форсунки у нас прописаны, с фильтром мы тоже все решили, по датчику воды решили. Заведем, прогоним из системы воздух, то есть, сразу, как мы запустим двигатель, у нас все равно будут скачки давления топлива, потому что там остатки будут воздуху. То есть, нам надо будет подождать минут пять, прогонить, когда все полно, тогда мы будем делать какие-то выводы. Все, устанавливаем датчик назад. Аккуратно все засовываем, то есть, ничего не торопимся. Вот. Если ваш, допустим, вариант, ключ на 30 распилили, вы можете его там оставить. Очень многие так делают, довольно, как бы, неплохой вариант. То есть, для вас. Ключик можно купить как дешевый, российский, за 100 рублей, так и более дорогой, там, за 400-500 рублей. Смотрите сами, как вам удобнее. Люди приезжали, как бы, с ключами, я также снимал ихними же ключами и их не устанавливал. Разница от того, какой установлен ключ, там, как бы, нет никакого. Смотрите, теперь самый главный момент, нам необходимо затянуть его качественно, то есть, с хорошим усилием. Вот, смотрите, иногда, иногда гайка регулятора встает в таком хорошем, выгодном положении, когда можно воспользоваться другим ключом. Вот, то есть, вот такой еще есть короткий распиленный ключик, им можно либо сорвать, либо дотянуть. То есть, но только лишь тогда, когда есть возможность. То есть, она есть не всегда. Ну, в нашем варианте надо его ослаблять и проворачивать побольше, потому что при затяжке надо учитывать, что он прокручивается полностью и потом либо трубка не встанет, либо провод будет неправильно. Сейчас мы снова ослабим его. Ну, вот, ну и тут насколько хватило. Чем сильнее, тем лучше. Ну, все, датчик у нас как раз стал ровненько и затянут как положено. Так, сперва наживляем кронштейн, то есть, потом затягиваем трубку. Просто, если трубку при затяжке уведет в сторону, мы не сможем поставить кронштейн. Так, ну вот, все защелкнули. Сейчас заведу сперва машину, пока она будет работать, я закручу уже кронштейн, то есть, держатель. Закончили мы работу, нашли причину. Вот в этом промежутке времени, то есть, когда мы останавливали видео, где-то в течение часа я прыгал и скакал по этой машине. То есть, мы катались, тестировали, пробовали, искали причину. За это время мы поменяли два регулятора. То есть, один у нас был заведомо неисправный, второй, это был клиентский, который мы мыли в ультразвуке. Также подкидывали датчик давления, не делали только лишь тест на обратку. То есть, чтобы была одна причина, то есть, машина работала на холостом ходу, на прогретую, и где-то буквально через 2-3 минуты происходили скачки давления топлива, и она глохла. Нужно было проверить под нагрузкой машину, то есть, проверить на утечку форсунки. Ошибку она выбивала нам 11.86, большей части это бьет по забитому заборнику и забитому топливному фильтру. Нам нужно было сделать тест. То есть, мы протестировали, выехали, полную давили в кикдаун, в аварийный режим она не вставала и велась адекватно себя. То есть, все прекрасно было. После того, как приехали, у нас оставалась одна единственная причина этой неисправности, это дозатор. Дозатор, который стоит на ТНВД. ломается он крайне редко, но все же. Когда вариантов не осталось, я заглянул туда и увидел, что его уже ломали, били, крутили. Вот так он выглядит. Вот, видно тут следы от головки, то есть, его били, стучали, что-то чистили. И вот, после замены дозатора все стало в норму. Ну вот, на этом закончим данное видео. То есть, если у вас есть какие-то проблемы по низкому давлению, высокому, то есть, если не может разобраться сами, то ждем в гости. Всем пока. Приехал Ловый ЗАП, посмотрели, весь день проколупались, все датчики заменили. В итоге, машину сделали за, так скажем, за очень малую сумму, в которых в других салонах мне предлагали намного больше. Советую, приезжайте. Уже я не первый раз здесь, года два уже катаюсь я сюда. Советую. Ну и вам спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok